здравствуйте дорогие подписчики sky teach с вами сегодня райтер анна левина и прекрасный эксперт елена гусакова преподаватель премиум направления skyeng елена готова сегодня рассказать все самые тайные тайны этого направления и поделиться на самом деле как происходит премиум уроки а то вдруг мы вам рекламируем заманиваем всякими плюшками а все не так а в начале елена пожалуйста расскажи о себе чтобы наши слушатели читатели и зрители представляли себе какой же должен быть преподаватель премиум всем привет меня зовут елена гусакова я преподаватель премиум skyeng специализируюсь в преподавании английского для it и маркетинг также являюсь международным коучем icf после языкового вуза в россии уехала в сша где получила юридическое образование стала нотариусом штата калифорния есть классная печать с гербом калифорнии вот мой артефакт который стоит всегда на столе сдала также экзамен кофе в голливуде без подготовки был у меня опыт но юристом я никогда не работала однако прошла практику компании beverly hills затем вернулась в россию через какое-то время осознала в себе преподавателя присоединилась к skyeng и очень рада что сотрудничать с этой компанией обожаю удаленку и очень счастлива здесь сегодня быть интересно что у тебя были такие возможности в юридическом плане ты все-таки предпочла преподавание тем более что все-таки есть такое мнение что преподавание неблагодарное это дело а что оно тебе дает преподавание дело неблагодарное это все misconception это вот если человек не любит то что он делает тогда для него это благодарное менять ну тогда значит пришла пора что-то менять для меня преподавание это возможность качественно влиять на жизни учеников на качественные изменения рост их личностный рост профессиональный рост и поэтому для меня это очень даже благодарное дело я люблю то что я делаю когда ты поняла что твоя жизнь будет навеки вечной связана именно с английским эти кого-то это начинается в раннем детстве кто-то только уже ближе к старшим классом понимает что пойдет в английский когда у тебя это был это началось давным-давно когда мне было лет восемь-десять мои родственники которые до сих пор живут в сша мигрировали после распада советского союза лос-анджелес и мой дядя самых честных правил брат моей мамы приезжал к нам каждый год домой привозил кучу вкусных американских сладостей джинсов бейсболок показывал фотографии из диснейленда все это было таким радужным и прекрасным и мама моя тоже говорила всегда лена ты поедешь в америку тебе надо в америку и вот я видела всегда английский и америку как вот к мою большую мечту моей жизни наверное я думаю что многие многие люди дети и люди вообще мечтают что мечтают об америке вообще уехать в америку некое такое амбициозное вообще мероприятие и вот я с детства это задумала пошла учиться на филфак после уехала в сша то есть но преподаватель в себе я осознала не сразу я никогда не видела себя вот ну там филфак равно преподавать и для меня английский это всегда был инструмент коммуникации инструмент общения инструмент получения знаний это вообще английский то что открывает двери вообще все двери в этом мире и вот собственно уже в таком зрелом возрасте я осознала что это мой самый сильный стратегический навык который отличает меня всегда и везде я поняла что пришла пора этим делиться тому же я как раз задумала переходить на удаленку и вот с км как-то так случайно а случайности не бывает появился в моей жизни и поэтому я сегодня здесь а ты сразу попала в отдел премиум со своим опытом и навыками языка или росла внутри компании как у тебя это был не сразу сначала я попала в общую школу и также как так как я еще мне есть проект которым я занимаюсь помимо skyeng это айти проект связанный с маркетингом это международный проект туда я присоединилась именно потому что у меня были языковые знания и таким образом я всегда находилась в этом айтишный маркетинг маркетинговом контексте и через какое-то время после того как я присоединилась к skyeng у нас выпустили на платформе курс айти английского и через какое-то время этот курс забрали в премиум отдел ну я уже его преподавала в общей школе но через какое-то время вот компания приняла решение забрать его премиум и я просто канале в нашем teachers комьюнити высказал такую идею что как же так я хочу преподавать именно вот этот языковый контекст почему меня возьмите возможности лишают мне показалось несправедливость именно поэтому я хотела стать юристом когда-то и мне написали написал в речку водитель сказал попробуйся пройди интервью тестовый урок покажи себя и как бы держи зай я дерзнула меня взяли я попала в премиум преподаю айтишником очень рада хорошо но скажи все таки есть разница между премиум уроками и обычными уроками что это за такое за премиум я бы сказала что эта разница начинается именно с концепции самой идеи потому что ученики которые выбирают для себя премиум это ученики с амбициозными целями то есть это всегда языковая цель такого ученика связан с какой-то стратегически важной жизненной целью будь то релокация в другую страну получение повышения сдача асессмента или сдача международного экзамена то есть здесь нужно особая подготовка нужен особый опыт преподавателя который поможет ученика именно продвинуть к этой цели и у нас есть разные преподаватели которые работают например и с медиками и с людьми из авиации с пилотами с маркетологами с медитяниками с юристами я работаю именно в сфере с учениками айти и маркетинг так как это моя основная тоже языковая среда я сама окружена этим контекстом в своем проекте по маркетингу я соответственно могу поделиться своим личным опытом очень делится своим опытом у нас получается классный симбиоз так мы вместе двигаемся вперед много ли тебе нужно времени на то чтобы подготовиться к такому уроку на самом деле нет потому что в общем это все я считаю навык подготовка к уроку это навык если в общей школе достаточно просто посмотреть сценарий урока там все ли понятно где все подсказки то в премиум иногда нужно брать дополнительные материалы не платформы которые легко подсказываются в виде видео или виде pdf файлов внутрь кабинета дали рабочего класса но я хочу сказать что конкретно в моей нише образовательная платформа удовлетворяет процентов на 70 на 80 мои потребности контента я не до образовательного контента а дополнительные материалы и что если ты провел хороший миде-аналисис ученика понимаешь конкретно в каких ситуациях в речевых ситуациях рабочих ситуациях он будет использовать язык то не составить не составит туда правильно погуглить немножко углубить свои знания в конкретной нише и принести этот материал в урок а чем тебе нравится премиум вдруг ты мечтаешь вернуться к тому что делала раньше премиум это прежде всего амбициозные ученики и возможность влиять на жизнь учеников менять их жизнь прям прям конкретно помогать им двигаться в направлении своей цели и конечно это развитие компании то есть возможность участвовать в дополнительных проектах проявить себя проявить свою экспертность и развиваться внутри компании также еще конечно наше давательское сообщество опытных педагогов тоже очень важная часть того что мне нравится именно премиум вот это же сказал про амбициозных своих учеников премиум в принципе славится необычными запросами вот внутри твоей ниши айти были тоже ученики которые тебе особенно запомнились и результатами которых ты особенно гордишься и считаешь их своими педагогическими победами вообще для меня каждый урок является маленькой педагогической победой потому что большая победа состоит из маленьких шашков и каждый раз когда ученик говорит мне о галки классный класс да я могу это сразу пойти применить в рабочей ситуации для меня это уже победа то есть когда я точно попадаю в цель ученика когда я знаю что ему нужно когда я знаю какой контекст ему дали для того чтобы он развивался но как один из таких глобальных примеров это ученик-разработчик а все разработчики такие вообще людей зайти похоже в одном они умеют контекст быстро схватывать контекст из видео аудио или текста но при этом у них не разве навык говорения поэтому они молчуны и требуется их так скажем разговорить расшатать их разговорную мышцу и один из таких примеров когда ученик работал в позиции миддл пришел с уровнем элементарий ко мне попал на три раза в неделю в восемь утра приходил не пропускал в течение где-то год полтора ему необходимо было дать сначала внутренний языковой асессмент после которого его допускали к асессменту из мидла и вот мы с ним занимались 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 есть такой у нас показатель который называется мы начинали там просто с 10 процентов но это критически мало то есть как бы я не старалась его плюс то что он еще немножко сам интроверт да и очень сложно таких учеников разговаривать и вот я просто видела как этот год стт он так был красненький красненький там оранжевый зелененький я я поняла что ну все он готов и он сдал внутренний асессмент потом сдал асессмент на скинер позицию или брейд как это правильно называется и зачем затем он получил внешние предложения уже другой компании зарплаты в два раза выше чем у него была квартиру и ну вот то есть это прямое действие обучения на качественные изменения жизни ученика вот это я считаю педагогическая победа серьезное достижение тоже еще один такой каверзный вопрос у тебя времени на жизнь хватает на обычную потому что кажется что у тебя и международный эти проект и преподает что тоже я так понимаю немало и еще все равно что-то нужно подготовить посмотреть почитать развиться когда ты живешь вот я и живу в этом во всем я считаю что важно оставаться вот в моменте и ловить удовольствие от того что ты делаешь если как бы ты думаешь что какие скорее бы эти уроки закончились вот я закончу и тогда вот я начну получать удовольствие когда у меня будет выходной я расслаблюсь нет очень важно это всегда какая-то отложенная жизнь важно возвращаться всегда в нынешний момент получать удовольствие от того что ты делаешь мой график составлен так что я в принципе успеваю естественно жить жизнь то есть 40 часов 35 40 часов примерно в неделю я преподаю это такой ну флексибл график когда два два дня в неделю я работаю утром и вечером потом 4 часа плюс в понедельник несколько часов вечером после работы недельных утром и среда пятница суббота это только первая половина дня во второй половине дня я могу делать то что хочу мой сторонний проект он тоже очень флексибл я могу работать когда когда мне свободное время поэтому ну я сейчас нашла такой очень хороший баланс work life balance мне очень нравится и кстати этим летом то о чем я мечтала наконец-то сбылось я провела два месяца на побережье черного моря я помещала преподавание с отдыхом и так как в летнее время там кто-то может уйти в отпуск допустим часть учеников и меня освобождались там некоторые еще дополнительные свободные часы я могла так скакуновать свой график допустим я могла первой половине дня преподавать а второй половине дня греться на песочке и вот это по-настоящему кайф вот не ощущаешь вообще что там работать надо тебе нет ты просто вот живешь во всем это очень конечно это здорово когда такое преподавание приносит удовольствие когда ты преподаешь там где тебе хочется где тебе комфортно огромное спасибо что поделилась своим опытом своей экспертностью и у наших слушателей подписчиков и смотрители видео есть возможность задать под этим видео вопрос елене мы обязательно передадим или она сама придет в комментариях и ответит поэтому вы можете задать любой вопрос про английский язык также и про премиум направление она очень честно и принципиально поэтому все вам расскажет и еще покажет еще мы там же оставим ссылочку на заявку преподаватели премиум поэтому присоединяйтесь к таким специалистам как елена мы вас очень ждем и у меня последний вопрос к елене назови пожалуйста три книги фильмы или сериалы которые нужно обязательно посмотреть на английском языке окей классика сериал friends обязательно его нужно пересмотреть на английском языке сама была очень удивлена когда пересмотрела его в оригинале очень все живенько аутентичная лексика такая современная этот сериал вообще ни грамма не устарел также рекомендую к просмотру фильм hangover по-русски это похмелье но у нас его назвали мальчишник в лас-вегасе много раз была в лас-вегасе есть такая договорка что ли все что случилось в лас-вегасе остается в лас-вегасе это действительно так рекомендую пересмотреть на английском языке послушать аутентичную речь с такими иногда горяченькими словами тоже смотрите как это все как это все звучит да в оригинале и по поводу книжки хочу сказать что эту книжку я получила бесплатно с амазон называется the inside track от питер сейдж книжка которая произвела на меня очень сильное впечатление так как я сама юрист в прошлом ну так скажем академически без практики меня всегда интересовал вопрос справедливости этого мира и здесь человек рассказывает о том как он попал ну по совершенно глупым обстоятельствам собственно behind the bar behind the track и он делится о том так как он сам коуч он делится о том как он в это темное время влиял положительно позитивно на окружающую среду на людей которые там присутствовали и я считаю что это очень важно жить в таком понимании что любая трудность которая встречается в жизни человека это не есть проблема а это есть задача потому что жизнь учит нас получает нас стать теми лучшими версиями себя если как бы вот воспринимать эту жизнь с этой перспективы то проблем вообще в этой жизни нет есть только задачи которые решать необходимы если вот хочется поддержать себя в сложное время то можно эту книжку вот почитать могу рассказать как бесплатно получить ее с амазона поэтому пишите в комментарии или она расскажет вам огромное спасибо всем до новых встреч спасибо спасибо спасибо